В Чебоксарах представители национально-культурных центров и гости из соседних регионов приняли участие в празднике Навруз, в тюркском празднике весны и начала Нового года. Там побывала и наша съемочная группа. На большое празднование Навруза в Чебоксары приехали мусульмане со всей республики. Каждый привез с собой лучшее, что отражает быт и культуру тюркских народов. Представители национально-культурных центров на празднике не только пели песни, но и организовали настоящие застолья. Выбор на плов пал не случайно. Это национальные блюда таджикской, узбекской, кирьизской и азербайджанской кухонь. На праздники его смог попробовать каждый желающий, независимо от национальности. Это плов, это плов, мясо. Это сямяне, это тоже национальный символ нашего Навруза. Это шакарбура, пахлава, это фрукты, все, гранаты, соки, все это, что есть здесь, это все наше азербайджанское. В праздник наступления весны и на душе должен быть праздник, считает Сульхия Бешмадова, студентка Чувашского педуниверситета. Она же рассказала и о суманак, главном блюде Навруза. Если это кушанье из сладких пророченных пшеничных зерен в этот день стоит на столе, то целый год в семье не будет проблем с едой. Мы к Наврузу очень долго готовимся, так как у нас суманак очень долго готовится, мы его прямо зимой вставим под окошко, поливаем зернешко водой, чтобы оно расцвело. Вот как видите, оно очень хорошо расцветает. В праздник прощают обиды, плохие слова. Если есть долги, с ними надо рассчитаться. Пока хозяйки угощали всех национальными блюдами, на сцене выступали лучшие коллективы. В празднике приняли участие представители Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Татарстана. Туркмены, живущие в Чувашии, считают ее своей второй родиной. Многие здесь получили высшее образование и остались работать. Навруз, Байрам, уже туркмены, Чувашии, уже исправляют второй раз в республике. И у нас, как говорится, уже в том году мы как-то сами сделали в ДК Усай, а сегодня к нам присоединились азербайджанцы, узбекская диаспора, потом таджикская диаспора. Но дай бог, чтобы мы год за годом всегда делали праздник. Заканчивается Навруз началом полевых работ. Но пока не наступили трудовые будни, празднующие придерживаются приметы, очень похожей на русскую. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Сколько веков существует Навруз, столько и существует поверье. Чем веселее и радостнее он пройдет, тем щедрее будет к людям природа. Олесь Русакова, Евгений Анисимов, Республика.